Приветствую вас! Для начала мне бы хотелось сказать вам о том, что и вы, и ваша девочка, которая старше вас на 6 лет, чересчур много значения придаете друг другу. То есть, смотрите, для девушки ваша разница в возрасте оказалась довольно фортальной, в том плане, что она посчитала, что вы ненадёжный человек и не смогла довериться вам. Хотя и поначалу вы с ней в отношениях были, как я понял. Ну, здесь отчасти всё более-менее понятно. То есть, женщина, в общем, думала одно, а получила другое. Ладно. Для неё, по факту, это, в общем и целом, поведение, если не нормальное, ну, по крайней мере, более-менее объяснимо. И хотя, конечно, работать с ней нужно в этом направлении. То есть, направлении того, почему она так, так себя вот не любит, почему она так боится, что вы её там, например, придадите, да, и так далее, с чем связано вот подобное отношение к себе и к вам. Это ещё нужно выяснять, потому что пока вот непонятно, скажем так. Но, в любом случае, это её проблема. В любом случае, это её трудности. И вы, в любом случае, к этому отношения имеете весьма-весьма отдалённые. То есть, у девочки свои проблемы, у неё свои трудности, свои противоречия. Вот. И, собственно, что делать ей с этими противоречиями, она ещё, видимо, не знает. Но вы в эту девочку вкладываете тоже довольно большое значение, довольно много значения. Ибо, не можете её забыть. Она не выходит у вас из головы. Это значит, в свою очередь, только то, что она для вас имеет определённое, довольно сильное значение. И какое это значение? Можно выяснить, только общаясь с вами, взаимодействуя с вами. Потому что, ну, объективность, что вы в неё вкладываете, какой список вы в неё вкладываете, какое значение, какое значение она для вас имеет. Это очень важный аспект, который, по моему мнению, важно разобрать. То есть, если вы девочку любите, свою, то вы, безусловно, готовы её, в таком случае, отпустить. Ну, просто потому что, иначе получается, что она вам нужна для себя. Иначе получается, что вы используете её для чего-то своего. Для чего, конечно, непонятно. С этим нужно ещё разбираться, безусловно. Но я, в любом случае, предлагаю вам об этом подумать. В любом случае, я предлагаю вам рассмотреть данный вопрос. И тогда, собственно, вам будет куда более понятно то, что здесь, собственно, происходит и почему. Почему вот так всё произошло. Далее вы говорите, что она вам сказала, значит, о том, что вы можете общаться как друзья. И вы хотите понять, что происходит. Я вам на этот вопрос ответить могу так. Значит, что происходит. Происходит то, что девушка понимает, что вы здесь в целом дороги. Девушка понимает, что вы в целом неплохой человек, неплохой парень. И она понимает, что вы ей нужны для чего-то. Сейчас, в принципе, если не так важно для чего, важно, что вы нужны ей. И она хочет с вами взаимодействовать, потому что понимает, что, ну, вы объективно не живёй человек. Вот именно это её и заставило нас, ну, попытаться нас перевести в разряд друзей своих. Не нужно искать за этим каких-то тайных намерений и так далее. Скорее всего ничего там подобного и близко нет. Я рекомендую вам этого не ждать. Я рекомендую вам не ожидать того, что она как-то вот проявит к вам симпатию. Если вы сами не можете без неё, то у вас зависимость. И именно в контексте зависимости, именно в контексте зависимости, можно говорить о том, чтобы как-то вот с вами работать. Что у вас за зависимость, как она проявляется эта зависимость и так далее. Со своими потребностями нужно работать вам. Именно со своими потребностями. Хочу, чтобы вы это поняли. Это очень важно для вас. И вот если вы будете работать над своими желаниями, если вы будете разбирать с психологом то, что вы в неё вкладываете, какое оно для вас имеет значение, то у вас получится докопаться до предельных причин вашей зависимости от неё. И это уже поможет вам быть более свободным. Потому что, может быть, именно до того, что вы не были свободным в отношениях, она с вами так себя и вела. Очень может быть, потому что девушки не любят, когда в них так сильно нуждаются. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи! Поехали! Поехали!